всем привет дорогие друзья продолжаем и проходить лето 58 и давайте посмотрим нам надо сейчас пойти в заброшенный госпиталь но вы сами понимаете госпиталь заброшенный да 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 все плохо нашего персонажа нету как бы это сказать правильным самосохранение ночь 3 это последняя ночь если верить нашему главному герою сказал что правило будет от 3 ночи а 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 и 1946 после войны десятки детей папа попадают в приют после того как потеряли родители детский дом для содержания воспитания детей сирот работал под руководством воен происходить здрасте врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет он обман обманом ставил неверный диагноз и проводил операции по удалению почек директор не знал об этом но и не но и не смог дальше возлагать свою должность детский дом закрыли здание стало заброшено это место не отстой и не отпустит я должен закончить то что начал так и и и а и и и Продолжение следует... Не знаю, доживу ли я до утра, потому что сегодня смена не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину, вернее ее силуэт или тень. Она пришла сквозь шкаф и стену. Я боюсь идти за ней и отдвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это, или может это все... Все мое изображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то подделки из перьев и паутины. Я такие нигде не видел. Выглядят они жутко. Да и пахнет оттуда как будто мертвичиной. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать. До утра. Я знаю, что появится. Я поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвезти. Никто не должен знать о наших делах. Ну ты стерва. Там. Сейчас, секунду, я открою, да? Она была, где ключи, короче, так открываем. Так. Да, я тоже видел, ребят. Ну вы как бы поняли. Я не успел его спасти. Я не верю. Этого не может быть. Это не мой, Ванечка. Я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Ну там дальше прохода нет. О, ладно. Может, скрип какой-то не прошел? Ну, скорее всего, от-то. Ванечка. Что-то я не доперливаю. Я сказал, что скрипт не прошел. Здрасте. Вы реально моего инфаркт хотите? Я не понял. Я без проблем могу устроить его. С каким-то темпом. Бума, ты че? Читаем. Через год после событий в 1950 году здание переквалицифировали в больницу, но при сокращении бюджета оно снова перестало работать. О, дверка открылась. Я не удивляю, он тут. Как за столько лет ее тело не разложилось. Пусть тот, кто найдет меня, почувствует такую же боль... Какую боль перенесла мать потерянного своего дитя. Я проклинаю всех, кто не смог мне помочь. И я не собираюсь так просто уходить. Тут документы 58-го, от 58-го года. Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так подставляться и отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда ее видел Яков? Есть еще кое-что в документе свидетельства смерти. Это ее сын Иван. Он умер осенью 1950-го года, 1950-го года. Видимо, она не принесла этого и сошла с ума. Она так и хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. Идите, соскниться. Воспрещается бросать в унитазы писсуары и раковинные марли ваши окурки, банки и другие. Идите, соскниться. Я что, могу уходить? Что мне кажется, что здесь не так. Три недели ся, да ладно? Игру садька, хоррор, неплохой. Хоть он, короче, может сейчас, конечно, еще что-то будет. Ну, пока коротко, но прикольно. Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что я тебя найду и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился о том, что ты тут живешь со своими друзьями. Я никому не рассказал, охраняя и дальше это место. Теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге, но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И там у меня будет необычное дело об этом, я расскажу позже. Ну, расскажешь, расскажешь, 15 минут всего лишь ушло, ну ладно. В прошлой свете шло на дольше, там 50 минут где-то. Аликс. Ладно, будем дальше смотреть. Может что-то интересно увидим, 3дм где и анимация. Вообще он молодцы, вот ребята, которые создали эту игру. Декольная, да? Мне нравится. Реально стрёмно. Вроде бы и убить тебя не могут, но и все равно стрёмно. Не всегда, но местами, да, просто ужас. Стрёмно. Озвучки не хватает, да? Совсем не поспоришь. Но я старался сам как-то озвучивать что-то в этом духе. Хоть и не особо у меня получается озвучивать. Юнос. 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 Прямо звёздные врата. Там просто есть Юнос, это такая раса. Лето 58-го. Несколько дней спустя. Юнос. 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 Играя вот на таких настройках, вроде бы 60 плюс фпс, да? Но если я выкручу все по максимуму, игрушка просадится там до 40 фпс, по-моему. Точно сказать не могу. Хотя, кстати-ка, можем сейчас чекнуть. Пока время немножечко есть, потому что толком. Нет, главное меню, сейчас новую игру просто запустим, потому что все-таки я прошел уже и пофиг на этом. Я вот могу сразу же назад, графика. Вот. Настройки. Только что при вас выставил. И смотрите, о чем я говорю. Оптимизация ужасна. Локации маленькие. Но игра, ну как бы, знаете, не просаживается. Ничего. Она просто с маленьким фпсом. По крайней мере, поначалу было так. Сейчас, короче, пройдет заставочка, посмотрим. А я могу просто тупо загрузить игру. Нет, придется заново просто нажать. А, подожди-ка. Выход в главное меню. Выбор уровня. Вот, смотрите. Сразу только тут уже. 30 фпс. Вроде бы, а что эта игра-то так просаживается, да? Вроде бы, ну серьезно. Ну, игра более-менее быстрая проходится. Вот, смотрите. Это, вот, как это понять? 30 фпс. Уже дальше 30. Локация маленькая. Чего здесь прогружаться? Вот, серьезно. Да и размытие почему-то стало больше. В чем прикол? Как это работает? Ну, видно версии еще 1.0. Только недавнее. А что так за, как бы, скажем так, за размытие? Что здесь за него отвечает? Дальность прорисовки статика может быть. Давайте-ка. Потому что, а чего тут прогружать? Да нет. Ну, я теперь понял, что прогружать. А так была проблема лишь только в этом. Ладно, давайте я выйду в главное меню. Оптимизация, да. Мне здесь она вообще, в общем, не нравится. Она просто ужасная. Ну, а в остальном игра очень даже хорошая. Мне реально понравился хоррор этот. Здесь реально напрячься можно было. Помню тут The Light Remake проходил. Там просто тупо бродил. Да, там были моменты некоторые, стрёмные. Ну, чтобы вот так вот страшно было, нет, еще не было. Как бы так, ну, реально, мурашки играли. Ну, более-менее как-то привык. И игра не так сильно уже пугала. Но, как бы, рекомендую всем поиграть в нее. А я на этом буду заканчивать, так что мне еще монтировать идти. Ну, я благодарю всех, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok